Информация из новостных финансовых лент. Сегодня профильный комитет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о коллекторах. Члены комитета Госдумы по финансовому рынку отклонили от рассмотрения законопроект о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов, внесенный в Госдуму главами двух палат Федерального собрания России Валентина Матвиенко и Сергеем Нарышкиным. По словам главы комитета Николая Гончара, данное решение принято в связи с тем, что на рассмотрении Нижней палаты парламента находятся еще 11 альтернативных законопроектов, ограничивающих действия коллекторов. И для соблюдения регламента рассмотрение данного законопроекта необходимо перенести. Ранее законопроект предполагалось рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы уже 25 марта. Он должен был регламентировать работу коллекторов при взыскании долгов, установить контроль над этой деятельностью, ввести реестр коллекторских агентств и крупные штрафы за нарушение регламента работы с должником. Оставим без комментариев решение депутатов по законопроекту о коллекторской деятельности, которая в нынешней форме, по словам спикера Совета Федерации, напоминает криминальный бизнес. Напомним лишь один пример из местной новостной хроники с участием должника банка. В Губкинскую прокуратуру обратилась женщина, обнаружившая в своем подъезде некорректные объявления. В них была размещена ее фотография, адрес и номера телефона. Также сообщалось о том, что женщина якобы предоставляет интимные услуги. В ходе проверки было выяснено, что женщина являлась заемщиком кредитной организации. У нее образовалась текущая задолженность. Задолженность небольшая, она составляла 4,5 тысячи рублей. Служба безопасности банка, действуя в интересах, наверное же, банка, пришли и по подъезду дома, где проживает эта женщина, развесили объявления об оказании ее услуг интимного характера. Как представитель бы нам пояснил, что это сотрудник службы безопасности банком. У них в должностные обязанности входила работа с клиентами по истребованию задолженности по кредитам. Способы истребования, конечно, никто не определял. Поэтому, как нам пояснил представитель банка, это была его личная инициатива. Никто не оговаривал, никто его не посылал совершать именно такие действия. Банк за распространение персональных данных понес административное наказание. Штраф 5 тысяч рублей. По неофициальным данным, инициативный сотрудник раньше работал в микрофинансовой организации. Сотрудничал непосредственно с коллекторскими агентствами. Оттуда и позаимствовал методы воздействия на клиентов. Этот сотрудник уволен из банка. Сейчас в отношении него полиция ведет дополнительную проверку в рамках статьи Уголовного кодекса «Клевета».